Бог чудес Слава Богу Вы можете присаживаться Церковь это место любви Аминь И когда мы говорим друг другу слова любви Мы являем Иисуса Христа Мы отражаем Его Потому что Он Сам есть любовь Его сердце оно соткано из любви И оно вмещает в себя каждого человека Неважно какой ты национальности, возраста Не знаю там происхождение Иисус просто тебя любит Аминь И есть такие люди, кто сегодня первый раз это слышит Ты может быть первый раз пришел в церковь И ты первый раз вообще такой слышишь Иисус Христос меня любит И мы здесь ради Него Есть такие люди, можешь поднять руку Я хочу особенно тебя поприветствовать И сказать, что это ради вас сегодня служение Слава Богу Есть еще кто-то? Может еще кто-то есть? Хорошо Просто знайте, что мы все ради вас сегодня собраны Потому что так в Библии написано Мы это все слышим каждое воскресенье А вы сегодня первый раз Поэтому слушайте внимательно, хорошо? Слава Богу Если ты стеснялся поднять руку Знай просто, что это ради тебя Аминь, церковь Аминь И я сегодня проповедую Для меня это вообще большая честь Вчера мы только вернулись с подросткового кэмпа Он был потрясающий Кто там был, может Ну нет, все подростки сейчас на собрании Здесь больше их родители, да? Я верю, что они изменились Надеюсь, вам рассказывают чудесные истории с кэмпов Потому что кэмп был по-настоящему чудесный Аминь Такое движение святого духа Какое было на кэмпе Давно мы не переживали Я бы сказала, это концентрация Бога Не знаю, может так начинается пробуждение У Бога свой план Но я верю, что это будет что-то сверхъестественное Дальше Бог будет делать Аминь Вот И подростки Это такое чистое-чистое сердце Которое Знаете, у них нет религиозного опыта Как у многих из нас И они так верят Прямо по-настоящему И поэтому я верю, что Бог будет Особенно через них двигаться Аминь Ну и коня 700 лет Слава Богу Вчера кто-то, может, был на этих мероприятиях Кто-то там онлайн смотрел Но вот я так посмотрела онлайн И поняла, что Бог преображает наш город Аминь Что реально Господь, Он имеет большой план На каждого из нас И вообще на наш город в целом И церковь, она должна Занять свое место в этом плане Аминь Точнее, я бы сказала У нее самое главное место в этом плане Это быть светом Аминь Это преображать этот город Не материальным способом Да, не физическим А именно духовным Аминь И это наша с вами задача Поэтому, слава Богу, что мы Нижегородцы У нас благословенный город И вы рады, что вы в Нижнего Новгорода живете вообще? Слава Богу Ну да, и Библия учит нас молиться за город И также Библия учит нас быть радостными Да, в том месте, в которое нас Господь поставил А если мы здесь, значит это Божий план Аминь И я сегодня буду проповедовать на такую тему, которая звучит так Я только слышал о тебе, а теперь вижу Я только слышал о тебе, а теперь вижу Это слова принадлежат одному из героев Библии Этого героя зовут Иов Эта книга находится в ветхом замете Кто-то может знает книгу Иова И это самая древняя книга Библии То есть она была написана раньше всех Вот книга Иова Если можно свет в зале включить Пока нет, просто чтобы люди могли записывать, если удобно Вот, спасибо А, ура, мне кажется, так просто лучше Вот, да, церковь, хорошо, слава Богу Вот, и Иов, это такая старая книга В Библии самая древняя И вот этот герой Иов И давайте мы будем про него читать Для тех, кто любит читать Библию сегодня Вообще радостное время Потому что мы прочитаем целых 12 стихов Представляете? Целых 12 Мы иногда один не можем в день прочитать А сегодня мы на служении Сразу 12 На неделю вперед Книга Иова, первая глава С первого стиха Давайте откроем и будем читать Об этом замечательном человеке Был человек в земле Уц Имя его Иов И был человек этот непорочен, справедлив И богобоязнен, и удалялся от зла И родились у него 7 сыновей и 3 дочери И менее у него было 7 тысяч мелкого скота 3 тысячи верблюдов 500 порвалов и 500 ослиц И весьма много прислуги И был человек этот знаменитый Всех сынов Востока Сыновья его сходили, сделая пиры Каждой в своем доме в свой день И посылали, приглашали трех сестер своих Есть и пить с ними Когда круг пиршественных дней завершался Иов, как богобоязненный непорочный христианин Посылал за ними, освещал их И вставая рано утром, возносился сожжение По числу всех их Ибо говорил Иов Может быть, сыновья мои согрешили И похулили Бога в сердце своем Так делал Иов во все такие дни И был день, когда пришли сыновья Божьи Предстать перед Господом Смотрите, почему по книге Иова Редко проповедуют И вообще как-то мы эту книгу любим Но обходим Во-первых, она о страданиях Кто первый раз слышит Вся книга Иова, она будет о страданиях Хорошая история только вот здесь В этих 12 стихах Все остальное время Это жесткие страдания Иова 40 глав И две главы потом Господь с ним разговаривает Представляете себе, да? И еще интересно Что в этой книге Единственное место Где описывается диалог Бога с сатаной Оказывается, Бог с сатаной может разговаривать Кто думал, что это не так? Бог же всемогущий Аминь И все в его контроле Даже сатана Мы думаем, что ну вот дьявол Он такой, типа сильный враг Там где-то двигается На самом деле Бог держит все в своих руках Даже вот это царство тьмы И сатана Послушен Богу Он не может делать что-то Вне его плана Понимаете, да? То есть сатана Он может так вот даже к Богу прийти И у них состоялся диалог И смотрите И сказал Господь сатане Откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу И сказал Я ходил по земле И сказал Господь сатане Обратил ли ты внимание твое На моего раба Иова? Ибо нет такого, как он на земле Человек непорочный, справедливый, богобоязненный И удаляющийся от зла Здесь такой момент Представляете? Господь почему-то сатану спрашивает Про Иова Про своего сына Про того, кто каждое воскресенье ходит в церковь Ходит на домашнюю группу Ведет домашнюю группу Служит Про такого человека, как мы с вами Богобоязненного, справедливого, непорочного И вдруг Бог сатану спрашивает А ты видел моего сына Иова? Интересный вопрос И говорит Нет такого, как он на земле То есть он подтверждает Он прям говорит Такого нет Такого верующего нет Он реально помазанный вообще служитель Классный человек Он христианин Вот такой прям сильный И отвечал сатана Господу И сказал Разве даром Богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его И дом его И все, что у него? Ты благословил И стада его распространяются по земле Но простри руку твою И коснись всего, что у него Благословит ли он тебя? И сказал Господь сатане Вот все, что у него В руке твоей Только на него не простирай руки твоей И отошел сатана От лица Господня Смотрите, какой интересный диалог Сатана, он очень хитрый Он лжец Он прямо, знаете Духовный мир, он существует Чтобы мы с вами понимали Мы церковь Мы вообще сверхъестественное Такое творение на земле Мы не просто здание Люди собрались, песни попели Мы сверхъестественное творение здесь Церковь, она несет свет Не просто потому, что мы проповедуем Мы реально являем чудеса людям Люди освобождаются от бесов Люди исцеляются от рака Люди могут родить, когда у них одна труба А только женщина Вот сейчас, как я рассказывала свидетельство В нашей церкви сестра У нее одной трубы нет Другая перевязана Она забеременела Ходит беременной Представляете? То есть церковь Это место, где даже диагнозы Которые врачи тебе поставили Они вообще не работают Потому что у Бога свой план Это место чудес Аминь? И вот этот мир духовный Он намного реальнее, чем нам кажется И вот мы сейчас были на подростковом кемпе И подростки все увидели Что такое духовный мир У нас там просто одна Ну несколько девочек Которые освобождаются От всяких там штук Нехороших Демонов Они существуют, друзья Я просто вам Церковь Я хочу сказать так Не грешите Потому что грехом Вы открываете дверь Бесом в вашу жизнь Вы прям их приглашаете Причем грех может быть любой Даже там, я не знаю Ты просто смотришь фильмы ужасов Кажется Ну это просто ерунда Ты открываешь дверь в духовный мир Духовный мир реальный Это нам надо запомнить Аминь На первом собрании Люди к концу проповеди С такими лицами сидели Потому что Нет, ну кто-то Аминь, конечно, говорил Но многие так очень сильно задумались Я увидел, какие-то все такие Размышляющие домой пошли Это здорово Когда мы уходим Думая о слове Божьем из церкви Аминь Не просто Все классно Мы вышли Кофе пьем Такие счастливые Домой поехали Нет, нет, нет Господь хочет через слово нас менять И слово оно должно как меч Тебе даже некомфортно Неудобно Ты что-то обличаешься Это здорово Значит, Бог с тобой работает Радуйся Аминь Плохо, когда ты вообще такой Ой, хорошая проповедь О чем? Не помню Да, Бесусе Знаете, всегда правильный ответ Нет, это должно тебя менять Ладно Есть духовный мир Все нормально Он подчиняется весь Господу И вот Сатана пришел И он хитрый лжец И Господь с ним заводит диалог И вдруг Сатана задает такой вопрос Даром ли богобоязнен Иов? Он же хитрый Он нашел за что зацепиться И об этом сегодня будем говорить Вот представьте себе Иов это образ очень благословенного христианина Это образ прям вот классного человека Который ходит в церковь Много лет Благословит и даст тебе вдвое больше Вот даром ли богобоязнен Иов? И Господь сказал Хорошо, я допускаю тебя, Сатана Забери у него все Только его не трогай Ну и увидишь, как Иов на это ответит Смотрите, Иов страдал Не потому что он совершил грех Это вот, знаете, мы так часто думаем Вот у человека страдание, потому что он согрешил Вот человек там мучается, потому что у него там грех Да, грех это всегда, ну страдание это расплата за грех Но бывает такое, и в церкви это часто Что Бог, он допускает в твою жизнь какие-то обстоятельства Чтобы тебя изменить Чтобы твое сердце, оно изменилось И вот у Иова, у Господа, это причина для Иова И вы знаете, я вот сейчас проповедую И кто-то думает, ну там типа проповедь хорошая Может пастор мне конспект написал Такой, да, Юля, вот тебе, значит, очередь твоя проповедовать Давай вот по моему конспекту про Иова расскажешь На самом деле, эта проповедь, это мое личное откровение Это не просто личное откровение Это то, что меня спасло от того, чтобы вообще разочароваться Сломаться, не знаю, там уйти Это пора-то прохожу последние там 3-4 месяца моей жизни Поэтому то, что я вам скажу, это слово, которое меня изменило Если вы хотите это принять, я верю, что оно вас также изменит Аминь После того, как Господь допустил сатану Иов лишает Умирают его дети Уходят все деньги Мы здесь читаем, что он был самый знаменитый на Востоке Илон Маск, только верующий У него есть все И вдруг в какой-то момент он разоряется Он абсолютно беден Он без детей, вся семья погибла От него все отворачиваются А потом еще его проказа поразит То есть он станет еще и сам болеть Неизлечимой болезнью Вот прикинь такую ситуацию, да Вы представляете себе? Лучше не представляете, не прикидывайте Потому что никто не хочет быть на месте Иова Никто не хочет И вот Иов оказывается в этой ситуации И знаете, когда я раньше читала эту книгу Уже будучи верующей Я задавалась вопросом Бог, почему ты как-то вот жестко с Иовом? Почему ты как-то вот, ну прям я не знаю Зачем так? Почему ты сатане допустил? Ну ты же знаешь, что Иов там тебя любит Верный тебе, он тебя слушает Но вы знаете, Господь Он наш Отец Он очень сильно нас любит И Отец, Его какая задача? Конечно, кормить тебя Конечно, отвечать на твои молитвы Конечно, благословлять тебя финансами Все это правильно Но еще одна из целей Господа Это воспитывать твою душу Он воспитывает нас Кто скажет аминь на это? Он воспитывает нас Мы не хотим, чтобы Он нас воспитывал Мы не хотим Мы такие, нас родители воспитывали Там воспитывают, тут воспитывают Еще и сейчас и Бог будет воспитывать Но Бог нас будет воспитывать до конца наших дней на земле Пока мы не уйдем на небо к Нему Аминь Поэтому это все процесс Его работы над тобой Он суверенный Бог И это Его решение И Он сам их принимает Библия говорит, Дух Святой дышит где хочет Вы слышите, да? Не там, где ты хочешь, чтобы Он дышал А где Он сам хочет Способен ли ты так смотреть на Господа? Принимать Его волю Даже когда она тебе не нравится вообще Иову вообще не нравилось то, что с ним происходило Но Бог это допустил И давайте посмотрим, для чего Для чего же Бог испытывал Иова? И зачем Бог испытывает нас? Зачем в нашу жизнь приходят страдания? Зачем в нашу жизнь пришел ковид? Зачем сейчас вся планета страдает? Умирают люди, войны Афганистан захватили Тут вы увидели, как ускорилось время? Замечаете, что в мире происходит? Это вот духовные люди должны это заметить Что стало всего как будто больше Причем всего негативного Его стало больше, оно стало быстрее Здесь войны, там болезни Иисус об этом пророчествовал В яухе болезни Вы увидите вот такие вот происходящие события По всей земле Но не бойтесь Это только начало И мы такие Обрадовались все Это только начало Будет еще хуже Нет, Иисус не об этом говорил Он говорит Не бойтесь, потому что я приду Это значит, что скоро я приду Ребята, вы же меня ждете Я скоро приду За своей церковью Церковь должна в этот момент Встать, хлопать Аллилуйя, танцевать Но мы не встаем Не хлопаем Мы все, знаете, как будто Вя, это когда-то будет Иисус как-то придет Ну это как-то вот Все равно вот согласитесь Ну давайте по-честному Ну это когда-то потом Не с нами Не с нашими детьми Нет, лучше даже не с детьми Давай с правнуками Чтобы четвертое поколение Может я их даже и не увижу Не доживу Ну вот они пусть тебя и встречают А я пока здесь поживу Ну поспокойнее, чтобы было Послушайте Бог не даст тебе комфортную жизнь Не будет у тебя комфорта Просто это запомни И все сейчас Посыл вот такой Не будет комфорта Будет жизнь по вере Господь будет любить тебя И он будет Знаете как Ты мой сын Ты моя дочь Я хочу тебя воспитать Я хочу, чтобы гордыня В твоем сердце разрушилась Вы знаете Освободиться от наркотиков От алкоголя От сигарет Это первый шаг Это классно Но это не твоя заслуга Слышишь, да? Это не твоя заслуга Что ты здесь сидишь свободный Это заслуга Иисуса Христа Это он это сделал на кресте Вот здесь нет креста Ну вы знаете, да? На кресте Вот Он был распят за это И ты свободен Но чтобы избавиться от зависти От гордыни От лжи От алчности В своем сердце Это твой путь Это твой путь И этот путь Он будет жестким Он будет с испытаниями Но это очень благословенный путь Потому что Бог тебя очень любит И он очень хочет твое сердце к себе прилепить И давайте посмотрим Несколько пунктов Как же и зачем Иов это проходит Итак, зачем Иову было проходить Зачем нам проходить испытания И первое Чтобы полюбить даятеля А не его дары Чтобы полюбить даятеля А не то, что он дает Вы знаете, мы люди Мы привыкли И мы часто и приходим в церковь ради этого Чтобы получить ответ от Господа Ну у кого-то какая-то была нужда Или болезнь И ты молился И ты пришел Ты даже покаялся Ты получил И ты такой Бог классный Потом опять молишься Опять получил Бог великолепный Он всегда отвечает О, так здорово И вы знаете Если вдруг придет момент В твоей жизни Когда Бог тебе не ответит Это не даст, о чем ты просил Ты продолжишь верить Если это будет один раз Слава Богу Если это будет несколько раз А если Бог так развернет твою жизнь Что ты вообще Ты окажешься Ты, возможно, кого-то можешь потерять Или что-то в своей жизни потерять Ты будешь его любить Послушайте, друзья Я хочу сегодня вас спросить Кому прилеплено ваше сердце? К тем благословениям, которые дает Бог? Или к нему? Почему ты приходишь в воскресенье в церковь? Потому что знаешь, что ты отдашь десятину и получишь Потому что здесь тебя, ну там, рады видеть Потому что здесь ты, если ты будешь ходить То Бог тебя будет защищать Вот еще такие мысли бывают у нас, да? Мы, главное, ну, долго-долго со Христом ходим Ну, я должен ходить Ты должен возлюбить больше того, кто дает Чем то, что Он дает Больше возлюбить Его Чем ответы на молитвы Потому что Он хочет твое сердце Он не хочет, чтобы ты верил в Него Только потому, что Он отвечающий Евангелие процветания Благословения О, поверьте в Иисуса И Он восстановит твою семью Изменит твою жизнь Даст тебе день Вашу работу звучит, как американская мечта Так ведь? Но Иисус-то хочет другую проповедь Иисус хочет Приди ко мне, потому что Я люблю тебя Я хочу дружить Я не называю вас рабами Но я назвал вас друзьями А дружба – это проводить время вместе Дружба – это сердце любить Личности, которые с тобой дружат А не просто потому, что вы с ним в ресторан Он за тебя заплатил Или вы с ним там куда-то Вот такой друг Все же хотели такого иметь, да? Он за тебя платит Он там, ну, я не знаю На все твои просьбы отвечает Он постоянно тебе помогает А ты просто живешь Ты вот такой друг Ну, и в какой-то момент этот друг Он уже разочаруется Скажет, ты мне не нужен Зачем? Так вот мы так же с Богом себя ведем Бог нам все дает, аминь Но мы его любим Он нужен нам, Христос А представьте теперь, на минутку Убираем от Христа все ответы Убираем все вот эти Его благословения Остается только личность Иисус Христос Ты его любишь? Ты пойдешь в рай, если его там не будет? Это такой хороший вопрос Меня однажды спросили Представь, говорит, будет рай Там будет комфортно Там будет классно Там не будет греха, боли Там ничего, слез Но Иисуса там нет Что ты выберешь? Ты пойдешь туда? Иисус где-то в другом месте И я задумалась Это очень хороший вопрос Который нас проверяет К чему прилеплено наше сердце? К комфорту, который дает нам Бог? К ответам на молитвы? Или к нему? Так вот Господь от Иова Хотел, чтобы сердце Иова Прилепилось не к деньгам, которые он ему дал Не к детям, которые он ему дал Не ко всем благословениям И не к власти, которые он ему дал А к нему самому Аминь? Просто к нему К его сердцу Потому что он любящий папочка И он нас очень любит Послушайте, мне такое откровение пришло недавно Мне кажется, Иисус, он вот Мы что-то делаем Мы даже можем просто на кухне готовить Или может ты какие-нибудь Даже самые странные дела делаешь Не знаю, в туалете сидишь Иисус, он на тебя всегда смотрит Влюбленными глазами Он просто сидит вот так и смотрит О, мой сын, какой ты классный О, моя дочь, какая ты замечательная Как я тебя люблю Ты скажешь, меня Да, Иисус так тебя любит И он даже самое маленькое твое решение Он хочет там участвовать Даже в самом там Каком-то простом действии Он хочет смотреть на тебя Потому что он твой друг Аминь Он твой отец Он тебя любит Написано, до ревности любит Дух живущий До ревности Дух Святой любит Он так сильно любит Что он ревнует даже Что ты время ему не уделяешь Что он ревнует Что сердце твое прилепно к твоим деньгам Или к твоей семье Или еще к чему-то А не к нему Поэтому он хочет Чтобы мы прилепились к нему Аминь Своим сердцем Аминь Для чего нам проходить испытания Зачем это было словом Второе Чтобы быть пустым сосудом Который Бог может наполнить У Иова все пропало За что он держался Вот подумаем давайте За что мы держимся в нашей жизни Вот за что мы реально держимся Правильный ответ будет за Бога А честный ответ Может быть всегда разным Возможно ты держишься за свое место Например у тебя хорошая работа Или там за финансы За что ты видимое Ты держишься Или за свою семью Или за свой дом Или за страну Или я не знаю У каждого свой ответ Иов держался За вот эти все видимые благословения И Бог Он не может тебя наполнить Он не может Понимаете Ветхие меха Не наливают новую вина Он не может в тебя Что-то новое налить Потому что ты Ты держишься за старое Потому что ты держишься за видимое И Бог тогда знаешь что делает Он приходит И ломает все это видимое Прям начинает топором Вот так вот рушить И ты скажешь Я столько лет в церкви Я молюсь Пощусь там Хожу И вот у меня Жесть в жизни случилась Господь ее допустил Эту жесть Господь это в твоей жизни допустил Чтобы сделать себя Пустым сосудом Чтобы наполнить тебя Любовью А не гордыней Чтобы наполнить тебя Поддержкой к другим людям А не завистью Чтобы изменить твое сердце Он это допустил И это классно Аминь Это здорово Но никто не хочет быть на этом месте Друзья Нам надо стать пустыми сосудами Возможно Ты не проходишь сейчас испытаний Но тогда начни сейчас над собой работать Потому что в Библии написано День злой все равно придет Каждому из нас И лучше заранее подготовиться И вообще Знаете Это не из-за того Что мы боимся испытаний Менять нужно свое сердце Это просто Господь Этого хочет от нас Аминь Он хочет чтобы наше сердце Оно было прилеплено к нему Чтобы оно менялось Чтобы оно было пустым И тогда Бог его может наполнить Бог-то Дух Святой Он хочет на тебя излить Свои благословения Он хочет в тебя любовь налить Он хочет в тебя кротость налить А ты такой весь крутой А он хочет кротость налить Иисус сказал Берите пример с меня Я кроток И смирен духом Иисус Христос Который самая знаменитая личность Во всей вселенной Который мог просто вот так вот Пальцем показать и бесы выходили И вдруг он говорит Возьмите с меня пример Я кроток и смирен сердцем Знаете почему? Потому что Иисус никогда не говорил Я Он говорил Все что слышу от Отца То и возвещаю вам Вот она кротость И Бог хочет ее тебе дать Он хочет тебя изменить Стань пустым сосудом Аминь Я смотрю просто Это вот На первом служении тоже так было Сначала все сидели такие вдохновленные Ну такие Знаете так проповедь началась Потом к третьему пункту Я уже смотрю люди Вот так вот Сейчас думаю начнут вставать и уходить Ну ничего Господь камень Это он дал слово Значит я его буду дальше говорить Итак Третий пункт Чтобы ты слушал Божий голос А не чей-то Чтобы ты слушал Божий голос А не чей-то Вот какой голос мы слушаем в нашей жизни Вот кого Иов там слушал У него значит вот эта Штука вся с ним происходит Потом у него проказа У него кожа начала отваливаться У него там раны, гнойники Страшные вещи И вот к нему пришли его друзья Верующие люди Знаете никогда не будьте как друзья Иова Это вторая проповедь Никогда нам не быть такими как друзья Иова И слава Богу Вот прям пусть нас Господь от этого держит Иов ему и так плохо Приходят верующие к нему и говорят Брат Мы знаем почему тебе плохо Ты согрешил Тебе надо покаяться И начинает его учить морали Которую Иов и так знает Но Иов не делал греха Вы же помните в начале книги Иов не согрешил Но почему-то начал страдать И вот эти друзья Они прям ему Это ты просто вот согрешил Это ты просто там И мы бываем такими людьми Мы говорим Это в твоей жизни происходит Потому что ты был таким Послушайте Мы не знаем Почему что-то происходит В жизни другого человека Мы не знаем Потому что какой план у Бога на его жизнь Аминь Мы не можем этого знать И не надо тебе учить никого Ты просто сам учись от Иисуса Если тебе Дух Святой скажешь Ты тоже можешь сказать человеку Во всех остальных случаях надо молчать Просто приди и обними человека Иову нужно было, чтобы просто его кто-то обнял Кто-то с ним просто помолчал посидел Просто вот его поддержал Друзья сначала молчали Но потом началось Не выдержали Чей голос мы слушаем в нашей жизни Чей голос Нам нужно слышать голос Бога Иов огромный пример показал Он говорит Ребят, вы все правильно говорите Это даже с Библией коррелируется Это оттуда эти слова Но я буду слышать голос Божий Потому что я хочу узнать Почему это со мной происходит от Него Иов был очень верный И он ждал Когда Бог ему ответит И он дождался Молодец И мы дождемся Аминь Четвертое Мое самое любимое Это вообще такой потрясающий пункт Зачем нам испытание Зачем Иов это проходил Чтобы мы стали с вами как золото Смотрите В 23 главе в 10 стихе Он такие слова говорит 23.10 Но он знает путь мой Пусть испытает меня Выйду как золото Иов посмотрите Какое доверие он оказывает Богу Он говорит Он знает меня Он знает путь мой Он знает мою жизнь Пусть он меня испытывает Я выйду как золото Иов что-то понял здесь Он говорит Пусть эти все будут испытания Пусть не будет даже ответов где-то Пусть я не понимаю Почему я здесь оказался Но я знаю Что после Я выйду как золото Золото Чтобы его очистить С ним проводят следующую Такую манипуляцию Которая называется Афинаш Ну может кто-то знает Я вот в Википедии сегодня скопировала И Афинаш включает в себя Ряд стадий очистки Сначала химическая обработка Потом физическая обработка Потом концентрирование Для получения Ну в общем Сначала его в химический состав Какой-то опускают Потом значит там Какая-то физическая с ним Манипуляция происходит Возможно его бьют вот так вот Возможно его там Каким-то станком придавливают Я не знаю Короче золото Оно прям в мясорубку Его отпускают Чтобы оно очистилось От всех примесей Так вот Господь Иисус Христос Хочет Чтобы мы с вами Были как золото Он хочет Чтобы до конца этой жизни Мы дошли золотыми Аминь Чтобы сердце наше Было как золото И поэтому все примеси Он будет очищать Хотим мы этого или нет А примеси Я их сегодня уже называла Это гордыня Мать всех грехов Это зависть Это гнев Это там какие-то Мысли неправильные Он будет это очищать Он будет это убирать От тебя Как? Через обстоятельства Через других неудобных людей Рядом с тобой Возможно через страдания Но Он хочет тебя очистить Он хочет Чтоб ты был как Он Ведь Иисус Христос Очень много пострадал Аминь Мы же читаем Да Мы на него смотрим Как на героя Как на победителя Но как он стал Таким победителем Он что Вот просто знаете Раз и все Такой Как Бэтмен Прилетел Всех спас Он на крест пошел Он физически претерпел Такие страдания Которые не мог Претерпеть никто Из людей Никто бы этого не выдержал А духовно Мы даже не видим Что он переживал Все бесы Все грехи Всех людей Прошлых Настоящих И будущих Напали на него Представляете Мы не можем Это представить Человеку Это не способно Выдержать Зачем Зачем Иисус Это было проходить Чтобы Иисус Сел Одесную Отца На небе Зачем Мы это Проходим Чтобы Встать Как золото Аминь Бог тебя очищает Радуйся Скажи Спасибо Господь Я хочу А если еще не очищает Скажи Очисти меня Ты знаешь Путь мой Я хочу Выйти Как золото Я не хочу Просто быть Сосудом Для низкого потребления И в Библии Есть такое место Где Есть разные сосуды Для разного потребления И там В туалет с ними Ходят с этими сосудами Да Ты может быть Спасешься Но Как Как ты спасешься Как из огня Только что оставив грех И через день уже Все Господь Спаси меня И там Знаешь Умер Ну все На небесах Слава Богу А что ты сделал В своей жизни Как много ты послужил Как ты светил Так вот Господь хочет Он хочет Чтобы Мы стали Как золото Через нас Чтобы любить людей Через нас Чтобы освобождать людей Чтобы исцелять людей Чтобы мы церковь Реально были светом Аминь Аминь Этого же хотела Он от Иова Он говорит Иов Я очень тебя люблю Ты сын мой Но ты прилепился К своим благословениям Ты прилепился К хорошей жизни И это здорово Я тебе это дал Но я хочу Чтобы ты меня любил Я хочу Чтобы ты меня Просто узнал Какой я Хорошо Пятый пункт Последний Зачем Чтобы ты познал его Бог хочет от нас Чтобы мы познали его В полноте И смотрите Иов Там пройдет 40 глав Значит Его раз Ну вот этих вот Чайней душевных И Он все время ждал От Бога ответа Вот у него была такая ситуация Он говорит Вот Бог придет Я вот услышу от него ответ И я все пойму Почему я так страдал И вы знаете Бог мне дал это слово Когда я сама проходила Очень тяжелую ситуацию Несколько месяцев назад Вначале Вот я жила Знаете тоже Как и ов В благословениях таких Бог все время молился Он всегда отвечает Я не вот там Не два года назад покаялась Но всегда у меня Такие отношения с Господом Что он такой вот прям Любит меня Просто Бог меня любит И вас любит Я знаю что он меня любит И я в этом живу Это классно Но в какой-то момент Все в жизни изменилось Сначала в моей Моем служении Там такая перестройка Произошла Которую я не ожидала Затем Самый вот главный удар Это потеря Моей любимой бабушки Которая тоже была В церкви у нас И она меня воспитывала И просто в две недели Вот этот Ковид Который я ненавижу Потому что Запомните Ковид это духовная штука Это не просто болезнь За ней стоит злой дух Который пришел Этот мир мучить И мне даже просто Сон об этом приснился И вот мою бабушку За две недели Буквально этот ковид Просто Она ушла на небеса Но она была спасена И вы знаете Я так молилась Эти две недели Она была в реанимации Я вставала на колени И каждый день Я постилась Восемь дней Просто без еды Вообще В воду только пила Я верила Что Господь Он ответит И Бог мне дал слово Не видел того глаз И не слышал того уха Что Бог приготовил Любящим его И я думала Это слово об исцелении Я думала Что это слово Через которое Она исцелится Выйдет из больницы И все будет хорошо И потом в какой-то момент Мне звонят Врач из реанимации Знаете Когда у вас Близкий твой любимый человек В такой ситуации Самый страшный звонок Это вот оттуда Из реанимации Потому что если звонят оттуда То значит все Обычно ты туда звонишь И вот у меня Высвечивается номер Я сижу И я прям в секунду Понимаю Что все Беру трубку Врач говорит Да сегодня сердце остановилось И дальше я Вообще Вот это Я не могу это описать словами Мне слов не хватит Ну дикая боль Но самое главное Это прям Такой вопрос Это такая Атака на твою веру Это такое Как будто Разочарование И ну как будто Кирпич тебе по голове И ты Ты же слово А чтобы вы понимали За два часа до этого Мне Бог прям сказал Не видел того глаз И не слышал того уха Что Бог приготовил Любящим его Я думаю Господь Ты же мне сказал Ты про что говорил Это вообще Ну короче У меня там Несколько недель Было вот этого Непонимания Там молитвы И все И потом мне Господь говорит Читай книгу Иова Прямо у меня прям мысль Читай книгу Иова Смотри проповеди про Иова Я месяц Я вот не вру Господь свидетель Я каждый день Все проповеди Которые есть у всех проповедников Я просмотрела Я ее прочитала Прослушала аудио И все никак не пойму Я Ну у меня прям был вопрос Ну почему Ну я поняла И он страдал Я поняла Ты хотел его сердце Почему Ну почему ты это допустил Ну это же ведь тяжело Это больно Ну ты же мой папа И мы в церкви говорим Господь твой отец Он тебя любит Он тебя всегда защищает Аминь Но еще Он нас воспитывает Он нас меняет Он нас очищает Он нас освобождает И потом мне Бог ответил Это слово было Да Для твоей бабушки И ей там Намного лучше Чем тебе здесь Мне приснился сон Представляете Мы прям с ней сидим Разговариваем И она мне прям говорит Я говорю Да ты расскажи как там Ты Бога-то видела И она мне представьте Говорит да Я говорю Ну а как Как там Как там у вас дела И она такая У нас ни боли нет Не плачет Там ничего нет Такая счастливая Лицо светится Я ей говорю Ну бабуль Ну я вот там Скучаю по тебе Там плачу во сне И она мне значит Что говорит Она говорит Нет ты не понимаешь Это я за тебя переживаю Это вы там Ну и как бы Знаете Такое вот ощущение Что мы здесь остались Нам здесь хуже Чем он там Вот думаем Люди умирают Особенно вот спасенные Они на небо идут К Иисусу В царстве его Где все сверхъестественно Где любовь Добро Мир Это мы остаемся здесь В мире Который лежит возле Это мы все еще здесь Понимаете да Нам хуже чем там им И мне пришел такой мир И я поняла О чем это слово было Не видел того глаз И не слышал того уха Мы не знаем Какой мир Приготовил для нас Бог Какое благословение Нас ждет Как чудесно Его царствие Понимаете Если бы мы только Слава Богу Если бы мы только Учем Продолжение следует...